10 человек из 100 в России Люди с ограниченными возможностями здоровья На всю страну 14 миллионов человек Каждый из них выбирает свою стратегию жизни В мире зачастую неприспособленном для инвалидов В нашей программе мы говорим о том, как сделать этот мир более комфортным Я Владимир Крупенников, здравствуйте Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал Эти слова Владимира Высоцкого я выбрал эпиграфом к нашему выпуску программы А говорить мы будем о лесных тропах и запахе костра О восхождениях на вершины и сплавах по бурным рекам Не верите, что это возможно? Смотрите нашу программу О гости нашей сегодняшней студии Александр Яковлевич Миндель Заведующий лабораторией НИИ Профессионального развития и образования Заслуженный путешественник России И Игорь Ушаков Известный спортсмен, мастер спорта Участник рекордного восхождения на пик Макинли на Аляске Здравствуйте, коллеги Здравствуйте Ну, не скрою, для меня вот эта тема сегодняшней нашей передачи Наверное, одна из самых любимых Потому что, ну что может быть прекраснее туризма, экстремального туризма Кто из вас хочет начать, сказать какие-то слова о том Что это вообще дает инвалидам? Ну, вы знаете, я думаю, что вы очень правильно сделали Что пригласили на программу человека, который внутри этой проблемы Во-первых, я активный участник этих мероприятий Вот я имею в виду своего собеседника А я больше сейчас выступаю как организатор таких путешествий Могу сказать следующее Мы работаем с молодыми инвалидами С теми людьми, которых, строго говоря, в лес Вроде бы ничего не толкает Можно бы взять путевку на отдых и прочее Но мы увидели в следующем Что это для них не только очень интересно Но это для них ощутимо важно Оказаться на равных с другими В тех условиях, где очень многое зависит от них У нас нет экстремальных походов в прямом смысле Но для человека на коляске Самому развести костер Поставить палатку Собрать хворост Потом выполнять функции дежурного Это много Сесть в байдарку Плыть Вы знаете, в этом году нам один из инвалидов сказал Смотрите, удивительно Ходить не можем А плаваем как рыбы Вы нас только до воды донесите Вот такая вещь Да, на воде перестаешь быть инвалидом Мы с Игорем это на Камчатке проходили Когда действительно на берегу есть какие-то сложности Но как только ты оказался с веслом в руках Ты себя перестаешь ощущать инвалидом Игорь, ну вот ты участник Наверное, на сегодняшний день По-прежнему самого, наверное, экстремального восхождения Который вообще в мире существовал Это пик Макинли Какая высота? Напомни мне, пожалуйста Макинли высотой 6194 метра То есть она на где-то 400 с лишним 500 метров выше Эльбруса И находится севернее И рядом океан И погодные условия вообще там очень жесткие Как ты вообще решился на такое? Ну решился, знаете, ситуация была такая Что вот Ну мне было трудно себя преодолеть после травмы И когда вдруг я узнал А это было два года после травмы И мне надо было начинать новую жизнь Жить в коляске И мне трудно было смириться с тем, что я все Я не буду никогда ходить, мне теперь придется жить И надо было начинать жить А я не знал И вдруг я узнаю о такой экспедиции Восхождение на Макинли Я познакомился с известными путешественниками Это Дмитрий и Матвей Шпаро Которые организовывали это путешествие Это какой год был? Это был 2000 год И я начал готовиться Я в декабре 1999 года уже с ними встретился И они, конечно, сначала мне сказали Что я не подхожу к такой экспедиции Я приехал из Курска Приехал с мамой На что эти организаторы отреагировали очень негативно Потому что я должен был быть самостоятельным Приехать один Должен был быть спортсменом, на их взгляд И мне все это время приходилось доказывать То, что я смогу подняться Я два года готовился И я прошел от самого начала Не скромно спрошу опыт наших предыдущих экспедиций Ты знал, что в 1995 году я вместе с командой Шпаро Поднялся на Казбек А в 1997 году уже с другими альпинистами Мы организовали и удачно осуществили восхождение на Эльбрус Тебе как-то то, что в принципе это возможно Тебе это как-то помогало? Вы знаете, вы были для меня как пример Потому что я много смотрел передач Ну, наверное, вот я о вас, Владимир, узнал Да можно на ты, мы все-таки не будем здесь разыгрывать перед зрителями Я вот знал, что есть такой Владимир Крупенников Который поднимался на Казбек Который поднимался на Эльбрус Потом вы выиграли соревнования по мрестлингу Среди здоровых людей И вот я всегда старался Потому что у меня травма была намного меньше И мне хотелось с вами познакомиться И вот один прекрасный день я с вами познакомился Что вылилось в итоге в нашу экспедицию на Камчатку Хорошо Александр Яковлевич, скажите Вот как вы организуете поездки в тот же лес, байдарки Я так понимаю, вот, ну, по себе я знаю Что туризм для инвалидов Он всегда связан, безусловно Вот, бывают случаи, когда только инвалиды выезжают Но это, во-первых, небезопасно и довольно тяжело Все-таки это как раз вот та инклюзия, да Когда взаимодействуют и здоровые члены группы И инвалиды И работает одна слаженная команда Верно Я бы еще сделал некое разделение Вот, когда речь идет об очень экстремальных Об очень спортивных путешествиях Требующих особой подготовки Это все-таки, я бы сказал, это пример Это возможность тем, кто у них участвует в таких путешествиях Состояться Но это пример, который нельзя транслировать повсеместно Вот, я же сказал, ну, приехал Ему сказали, тут не подходишь, там не подходишь и прочее Поэтому я бы оставил это примером для многих И открытой возможностью Попробуйте, если пригласят, если сами узнаете Здесь с такой точки зрения можно подходить, что раз уж это можно сделать То вот это тем более возможно Да, а я как раз хочу сказать о более возможном Мы, когда организуем свои полевые выходы, полевые лагеря Это широко доступные вещи Мы не претендуем на какое-то особое финансирование Мы это делаем на самообеспечение И делаем это как бы процессом, который распространяем на целый год То есть это не компания лета Приезжайте, тур, вы побудете в лесу Мы приглашаем молодых людей Знакомимся с ними, скажем, в сентябре-октябре Вот сейчас это время И целый год будем встречаться Будем делать какие-то выезды По весне в Подмосковье Это, я знаю, очень сплачивает людей Вот эта природа Птички, небо, палатка И я так думаю, что, наверное, там многие потом и семьи создают у вас Верно, все это происходит Больше того, я могу сказать Тут еще есть некие свободы Мы ведь их не вырываем из социума Они приезжают с друзьями, с товарищами, с теми, с кем учатся Больше того Вот мы работаем с учащими Значит, приезжают учащиеся без ограничений Это все одна команда Разделения нет Никто не говорит Это группа инвалидов Это группа неслышащих Разделение по другому принципу Старшая, младшая, там, опытная, неопытная Вот примерно так Игорь, ну, я когда поднимался на Эльбрус Я считал, что это вообще уже за гранью человеческих возможностей Ну, я имею в виду на инвалидной коляске Было действительно очень тяжело И я в начале передачи сказал, что, конечно, безусловно, пик Макинли намного сложнее Эльбруса Ты как вот вообще ощущал себя? Ты чувствовал, что это вот на грани или уже даже, может быть, за гранью? Ну, вот я это испытал, когда у нас тренировка прошла на Эльбрусе У нас перед тем, как начать восходение к Макинли У меня тренировка такая генеральная прошла на Эльбрусе И мы там, я поднялся до высоты 5000 Жили две недели в горах Тренировались И отрабатывали вдруг там Взаимодействие, механизмы подъема Да, чтобы отработать с командой все всякие такие тонкости, которые могли бы Ну, все, конечно, не предусмотришь И когда я уже... Мы вылетали из Москвы на Аляску Потому что мы сначала в Сиэтл прилетели И Сиэтл в Анкоридж Уже с Анкориджа на Аляску Волновался вообще? Мандраж был предстартовый такой? Ну, мандраж на Эльбрусе Все было на Эльбрусе Потому что очень страшно было Первый раз в горах Горняшка мучила Я для зрителя объясняю Горняшка – это недостаток кислорода Организм привыкает к разреженному воздуху К кислородному голоданию Бывает, сопровождается тяжелыми головными болями Иногда даже галлюцинациями Вот как горняшку переносил Знаете, аппетит пропадал У меня, например, дико голова болела Как у меня болела голова на Эльбрусе У меня в жизни так голова не болела Вот это, знаете, я почувствовал это на высоте 6 тысяч Когда на высоте 6 тысяч Никто из здоровых альпинистов Никогда не делает лагерь Из-за того, что наша команда шла В команде было два инвалида-колясочника И мы не могли преодолеть Вот это расстояние сразу до высоты 6194 метра Наша команда решила сделать лагерь на высоте То есть вы ночевали там? Да, мы сделали Сколько ночевали? Две ночи мы провели Мы когда стартовали на вершину, прошли И когда с вершины спустились вниз Чтобы собрать потом вещи Набрать сил и уйти потом вниз Очень холодно же было Какая температура ночью? Было очень холодно Знаете, температура Вот как вы вначале сказали Что там настолько так Погода днем могла быть плюс 30 А ночью могла минус 30, минус 40 быть И... Ну плюс 30 на солнце, конечно Да, на солнце И только стоило зайти В тени В тени И там уже минус Там уже минус Там уже приходил Ну мы замерзали, понятно И... Месяц Восхождение все заняло месяц От высоты 2200 Если, знаете, вот на Эльбрусе Высота начинается Подъем на вершину идет с высоты 3800 То на Макинле с высоты 2200 метров То есть у нас легкомоторный мотор Самолета забрасывает на ледник 2200 И уже от высоты 2200 Мы идем своим ходом до вершины Ну и все-таки вот к моему вопросу Это было на грани, за гранью Или это все-таки человеку Столько тренировавшемуся оказалось не так сложно Знаете, я не думал о том, что вот Вот вдруг не получится Вдруг там здоровье подведет Потому что я для себя тогда решил Если вдруг я... Мышцы не работают Я знаю, когда кислорода не хватает То, что ты можешь сделать здесь легко Там просто вот не слушаются, что называется Знаете, у нас случай был Когда мы дошли до высоты 4500 И это самый большой палаточный городок Был именно в том месте И все вдруг альпинисты начали спрашивать А что это за команда И почему это вот в этой команде инвалиды И когда я откуда... Это местные альпинисты? Да, ну там со всех стран были И когда они вдруг узнали, что это российская команда И с ними два инвалида-колясочника И то, что мы решили подняться на вершину Они сказали, ну если это русские, они поднимутся И вот именно для меня это было Я знаю, что кулуар, по которому вы поднимались Так и назвали что-то, по-моему, русским кулуаром По этому же никто никогда не поднимался Никогда Его используют спасатели В случае... Эвакуации Эвакуации, да Потому что он очень... А вы наверх по нему пошли? А мы по нему пошли наверх Потрясающе Ну где страшнее было? На Камчатке? На воде или в горах? И там, и там, и вообще Игорь меня не сказал Я организовал, когда экспедицию на Камчатку Игорь скрыл, что не умеет плавать Я об этом узнал только уже по завершению экспедиции Я не мог понять иногда, почему Когда мы какие-то такие особо бурные места проходили Игорь так, несколько так это Старался посильнее к центру рафта прижиматься от края И только уже потом, когда уже все благополучно завершилось И мы поехали на горячий источник Ну он тоже там довольно глубокий Там метр два, наверное, глубина И вдруг выясняется, что Игорь вообще не умеет плавать Для меня это было, конечно, потрясением Ну вот он настолько смог преодолеть свой страх Что никто ничего даже не заподозрил Вы знаете, это говорит просто о правильности индивидуального подхода Потому что если бы вы выясняли все это до того Да еще в бассейн заставили человека прийти Все выяснили до того Он был бы пострадавшим А вот такая возможность, когда впереди воля, желание, интерес Я часто делаю точно такие же отступления Слава Богу, проблем с последствиями печальными не было И считаю этот путь абсолютно правильным Для меня, честно скажу, на Камчатке страшнее всего было ночевать в палатке Потому что рядом медведи ходили Мы каждое утро видели, что ходили-то они совсем рядом Потому что свежие следы на берегу А что такое камчатский бурый медведь, который там 700-800 килограмм Причем надо сказать телезрителям, что это медведь, на которого смотришь Он стоит на четырех лапах, а у вас взгляд на одном уровне примерно Это не зоопарк, где он в клеточке внизу Мы его вот так вот, что называется, тет-а-тет не увидели Но присутствие все время ощущалось Что они где-то рядом, по следам, по каким-то шорохам ночным Чувствуют, что они где-то ходят рядом Какие виды экстремального туризма, на ваш взгляд, больше всего подходят инвалидам? Ну, допустим, для колясочников Я понимаю, что разные группы инвалидностей Я бы, вы знаете, меньше всего рекомендовал альпинизм Меньше всего Но он очень сложный и дорогостоящий, кстати Это дорогостоящее дело, во-первых Во-вторых, технически сложное, потому что, когда люди на коляске в группе Это еще сколько народу рядом, который строкует и прочее И вы же сами сказали, физически это для здорового человека очень трудно А для человека на коляске архитрудно Я бы все-таки рекомендовал водный туризм Отчасти потому, что я сам занимался именно таким туризмом Я бы рекомендовал водный туризм Я бы, знаете, очень рекомендовал яхтенный спорт Игорь, ну, ты говорил, как для тебя было важно осуществить это восхождение Сейчас ты уже сам гуру, так скажем, инвалидного экстремального туризма Ну, что бы ты хотел молодым ребятам пожелать Которые, может быть, где-то в глубине души хотят, но еще не решаются Да, знаете, здесь, наверное, и молодым ребятам, девушкам пожелать надо И не только им, родным и близким, родителям Потому что вот, когда вот с человеком случается такое несчастье Родители начинают опекать и жалеть человека И это не всегда бывает плюсом Потому что... Для его реабилитационного процесса Для его реабилитации, да Стараются, чтобы этот человек в основном находился рядом В безопасной ситуации Оградить от всех сложностей жизни Да, 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 и то, что там сложно и на улице очень там не приспособлено для колясок Нет пандусов, на самом деле надо все это преодолевать И давать человеку себя реализовывать Потому что я скажу, что мне Макинли очень многое дало Я потом начал спортом заниматься Потому что, ну, трудно было после травмы прийти в себя психологически преодолеть И вот тем людям... Это помогло тебе просто в свои собственные силы даже поверить, да? Да И вот это как... это восхождение вот мое, ваше Это вот как пример для тех людей, которые... Сейчас немножко проще, сейчас спорт началось Сейчас правительство Российской Федерации поддерживает инвалидный спорт Да, нам тогда приходилось сами искать деньги, сами искать спортов Да, мы были такие первооткрыватели, которые вот искали там такое Где бы можно было найти, кто бы мог поддержать Сейчас намного проще И сейчас уже общество по-другому смотрит на инвалидов Раньше активную коляску нельзя было Люди не знали, что такое активная коляска Сейчас с этим намного проще Давайте посмотрим сюжет, подготовлен нашими корреспондентами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Александр Яковлевич, вы хотели сказать что-то про тех людей, которые забесплатно тратят, я не скажу, что тратят, наверное, но... Это обоюдный процесс, и приобретают, и тратят. В свое время, я имею в виду, тратят на то, чтобы участвовать в этих экспедициях, помогать инвалидам. Да, я хотел бы обратить внимание на следующее. Вот мы говорили о том, что очень часто, когда случается беда родителей, в первую очередь рядом гиперопека и прочее, в таких путешествиях, в активных путешествиях не обойтись без волонтеров, не обойтись без тех, кто рядом, кто колясочку приподнимет, где-то погрузит, где-то подстрахует. И здесь должен быть как бы баланс правильного понимания, что такое волонтер рядом. Вот мы на Серегере столкнулись с такой проблемой. Родители детей, которые выехали сопровождающие, когда увидели волонтеров, они самоустранились. А волонтерами я взял не случайных людей. Это обучающиеся колледжа по подготовке социальных работников. Я им задавал вопрос, вы хоть знаете, кем вы будете? Вот попробуйте эту миссию выполнять каждый день. И вот получилось так, что волонтеры настолько устали от того, что столкнулись с выполнением тех функций, которые и молодые инвалиды, и те, кто рядом с ними, могли бы выполнить и сами. Поэтому здесь надо еще понимать и следующее. Волонтеры обязательно будут рядом. Но если мы говорим о том, что мы вышли в самодеятельные, в активные путешествия, каждый должен быть готов максимально сделать сам, но всегда знать, рядом есть тот, кто поддержит, поможет. И тем самым, я бы сказал, такие путешествия обречены на успех. В серьезных экспедициях там вообще просто у всех распределены обязанности. Когда мы, допустим, на Камчатке к берегу причаливаем, мы не начинаем договариваться, кто сейчас будет делать. Мы уже отлично знаем, что вот этот человек ставит палатку, этот человек разводит костер. Ну, как правило, как раз инвалиды занимаются разведением костра. Ну, то есть один там здоровый, может быть, кто-то идет и рубит дрова, третий лодки затаскивает на берег. У каждого свои обязанности распределены, и все участвуют, потому что, ну, в серьезных экспедициях без этого, конечно, нельзя. Я благодарю вас, что нашли время прийти в нашу студию. И я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Яковлевич Миндель, заведующий лабораторией НИИ развития профессионального образования. Заслуженный путешественник России. И Игорь Ушаков, рекордсмен, поднявшись на пик Макинли на Аляске, мастер спорта. Спасибо большое вам. Свежий запах травы и бездонное звездное небо над головой. Ветер, бьющий в лицо и захлестывающая тебя волна. Эти ощущения незабываемы. С вами был Владимир Крупенников. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok